Жильцы двух многоэтажек в Житсузском районе Алматы вынуждены по несколько дней обходиться без электричества. Газа в домах нет, из-за чего во время частых отключений люди не могут даже приготовить себе еду. А продукты из холодильника у них сразу попадают в мусорные контейнеры. По словам горожан, они не раз обращались в разные инстанции, но проблема так и не решилась. Почему людям приходится жить без света, узнавала Мадина Исюмбаева. Своё положение жильцы двух многоэтажных домов, а это более ста семей, называют невыносимым. По их словам, терпение лопнуло с последним отключением света. Несколько суток люди были вынуждены обходиться без электричества. У нас дом полностью на электричестве. У нас он не газифицирован. И, соответственно, мы без света, вообще как без рук, вообще абсолютно мы ничего не можем сделать, ничего. И все продукты в холодильнике, в морозильнике, соответственно, это всё моментом пропадает. На улице жара. У меня все продукты пропали. Куда мне жаловаться и кто мне будет это всё вынущать? Мы живём, грубо говоря, от зарплаты к зарплате. Соответственно, нам нужно как-то рассчитываться о бюджет. Проблема с частым отключением света, говорят жильцы, началась три года назад. В основном она охватывает весенний и летний сезон, когда не получается сохранить продукты даже за окном. Систематично отключают свет. На трое суток. Было даже, что в районе 10 дней сидели. Хотя мы ежемесячно оплачиваем. Ни у кого в квитанции долгов нет. Постоянные аварии на линии. РОЭС-1, который обслуживает нас, компания, они всегда говорят, что это не в их компетенции, что это на частной территории. Частных территорий постоянно на месте нет. Люди считают, что владелец трансформаторной подстанции, от которой к их домам подаётся электричество, не вкладывает деньги, а страдают из-за этого они. Сам собственник говорит, что передали ему эту подстанцию от автобазы в 90-е годы. А проблема, по его словам, в изношенной высоковольтной линии, которая идёт к подстанции. Мы два дня искали, нашли в двух местах эти порывы из-за того, что кабель был устаревший. Два порыва нашли. И вот в течение двух дней, днём и ночью, мы занимались ремонтом. И ребята, благодаря этому, с отцом, с отцом, они это самое всё нам сделали. И теперь таких проблем у нас будут. Почему? Потому что кабелю уже 70 лет. И каждой весной он где-то прорывается. Единственное решение, по словам частника, менять всю устаревшую линию. Но на это нужны миллиардные расходы. Таких денег у владельца нет. Поэтому сейчас рассматривается вариант хотя бы переподключить жилые дома к другой подстанции. В местном Акимате жителям посоветовали написать заявление с просьбой о передаче их на другой источник питания.